Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в день праздника, Успения, Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, Преснодевы Марии, по традиции читается Евангелие от Луки, состоящее из двух отрывков. Глава 10, стихи с 38 по 42 и глава 11, стихи 27 и 28. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Иродьяка на Свято-Троицкой Александра Невской лавры Отца Александра. Игорь Невской лавры Отца Александра. Глава 12. Глава 12. Так звучит евангельское чтение этого дня на церковнославянском языке. Прочитаем этот текст вместе в русском синодальном переводе. В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала, «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить, скажи ей, чтобы помогла мне?» Иисус же сказал ей в ответ, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно». Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему, «Блаженно чрево, носившее тебя и сосцы тебя питавшие». А он сказал, «Блаженно слышащее слово Божие и соблюдающее его». В продолжении пути, как повествует евангелист Лука, Господь пришел в одно селение. Из последующих повествований известно, что это была Вифания, селение, расположенное недалеко от Иерусалима, на одном из склонов Елеонской горы. Там жил Лазарь, которого Господь назвал своим другом и сестры Лазаря, Марфа и Мария. Приняв Иисуса Христа, Марфа стала суетиться, готовя угощения для гостя, а Мария слушала Спасителя, сидя у ног его. Но Марфе, усердно хлопотавшей о приготовлении угощения для Господа, не понравилось, что Мария оставляет ее без помощи, слушая спокойно его речи. Тогда Марфа обратилась ко Господу со словами, «Скажи ей, чтобы помогла мне». На такую просьбу Господь ответил с чувством глубокого сожаления. «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно». Приход Спасителя в Вифанию был радостным днем, потому Марфа, суетясь, старалась украсить стол всем лучшим, что было в доме. Но этого Господь как раз-таки не желал. Он желал только покоя, зная, что впереди его ожидает крестная смерть. Ему еще многое хотелось сказать людям, но толпа, поглощенная суетой, не слышала более слов Спасителя. Только Мария в покое своего сердца могла внять божественной мудрости. Конечно же, Марфа любила Господа не менее Марии. Она любила слушать Его, исполняла Его волю, но признавала необходимым прежде выполнять житейские дела, а потом уже внимать Слово Божие. Мария же избрала искание правды Божией, считая это выше житейских забот, а потому забывая все земное. Преподобный Макарий Великий замечает о том, что дело молитвы и Слова, совершаемое надлежащим образом, предпочтительнее всякой добродетели и всякой заповеди, свидетельствует Сам Господь. Поэтому пусть молитва привлекает ваше усердие, ценится выше прочих заповедей и предпочитается им. Только бы все делалось по любви к Богу и определялось бы целью достичь с помощью благодати Божией бесстрастной чистоты. Совершая дело истинной любви, хорошо иметь в виду следующее. Если мы действительно желаем послужить ближнему, то в первую очередь постараемся заглянуть в душу этого человека и понять, какая помощь ему действительно необходима, и каким образом мы можем проявить наше участие и заботу. Повествуя о Марфе и Марии, Евангелие напоминает нам о том, что мы часто упускаем из виду. Бог сотворил всех людей разными, но Богу нужны и Марфы, и Марии, как соединение двух служений – созерцательного и деятельного. О необходимости слышать и соблюдать Слово Божие говорится также в 27 и 28 стихах 11 главы Евангелия от Луки, когда женщина из толпы, возвысив голос, сказала Господу «Блаженно чрево носившее Тебя и сосцы Тебя питавшее». Он ответил «Блаженно слышащее Слово Божие и соблюдающее Его», тем самым определяя путь для всех христиан. Как отмечает Александр Павлович Лопухин, Господь на восклицание этой женщины, которая высоко ставила только телесное отношение Матери Христа к ее сыну, говорит, что одного телесного приближения ко Христу мало для того, чтобы быть блаженным, и что для этого требуется и душевная близость ко Христу, желание слушать и хранить Слово Божие, которое Он возвещает. Как важно, дорогие братья и сестры, слушать и хранить Слово Божие, побуждающее христианина к духовному деланию. Ведь именно Слово Божие благодатной своей силой просвещает разум, очищает совесть и сердце, укрепляя волю к исполнению закона Божия, побуждая любить ближнего, утверждая надежду, научая по-христиански воспринимать все трудности человеческой жизни и трудиться над очищением души, постепенно возводя человека к совершенству и блаженной вечной жизни. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Продолжение следует...